Всем привет, всем здравствуйте! Вечером начинаю снимать новый влог. Я не знаю, из каких кусочков он будет состоять, когда я закончу, когда начну. Будем гулять, бродить, ходить и разговаривать. Сначала я отвечу на вопросы, точнее, вопросы два. Первый, есть ли у меня чётко распределённый, дисциплинированнующий меня распорядок дня? Нет, абсолютно нет. В общем-то, работаю, отдыхаю, отдыхаю, работаю. Больше работаю, чем отдыхаю, но... У нас, с одной стороны, и работа, такая вязание, вроде как отдых, да? Но главное – засидеться. И второй вопрос. Оказывается, для кого-то было открытие, что я когда-то вышивала. Нет, девочки, я вышивала. И, показав картину Розы Рануара, она впечатлила. Девочки, это действительно прям моя гордость. Является ли эта работа вашей любимочкой? Девчата, ну вот, мне сложно ответить на этот вопрос. Она одна из... Любая вышивка, она любимая. Вот я вам сейчас покажу ещё одну вышивку. Скажите, пожалуйста, как она может не нравиться, как она может не быть любимой. Я уже не понимаю, как она называется. У димовского производителя Dimensions, или правильно говорить Dimensions, я не знаю, как правильно произносить, но мы все Дим-Дим. Вот в Dimensions это называется Сумеречный мост. А вот эта фирма Белоснежкая, у неё как-то по-другому называется, я забыла. Вот сейчас только сниму ролик, вспомню. Да, это совершенно другая тематика, нежели роза Рануара. Может, менее солидная, но кровушки тоже она у меня вышивальной-то отсвечивает. Ну вот кто вышивает, тот поймёт, сколько здесь всякой мелкой всячины. А вот Деревенский полдень от Риолис. Как эта картина может быть нелюбимой? Да, в ней меньше солидности, нежели в розах. Но отсвечивает, я не знаю, под стеклом. То, что на кухне, я всегда под стеклом. Но ведь прелесть, прелесть прелестная. Ну а розы я вообще в каком-то таком доме с круглым столом представляю. Может быть, и не вписывается она в интерьер. Но это вообще, конечно, вау, безусловно, совершенно другого плана вещь, картина. Но, скажешь, прям любимая-любимая, она другая, она особенная. Конечно, люби, они все любимые. Так что сказать, нет, она не является любимой, я не могу, она является любимой. Ну и сказать, что да, эта картина моя самая любимая, я тоже не могу, потому что есть ещё другие. Вышиваешь долго, часами. Поэтому, конечно, вся картина очень-очень любимая. Даже вот по конве от Матрёнина Пассат, роза, да? Тоже любимая. Ну что ж, гуляем. Может быть, в магазинчики заходим. Я не знаю, что он спереди ожидает. Я соберу кусочки и потом выпущу влог. Спасибо, что со мной. У нас такой туман, а телефон не передаёт. Надо же. Так и хочется спеть. Утро туманное. Утро седое. Но у нас не утро. У нас обед. Мы с вами на почту. Отправим секретный документ. Потом за молочком. Где молочко, там и хлебушек. Где хлебушек, там вкусняшки к чаю. Вкусняшки к чаю, конечно, хорошо. Но рыбка лучше. А дома меня ждут. Ждёт картошечка. Мятая. Так что сейчас что-нибудь копчененькое возьмём. Ой, вкусняхи набрала. Один кусочек масляной рыбы. Чего стоит. Прелесть прелестная. Так, хлебушек и домой. И домой. Я только кофе пила утром. Потом работала. Видео отсняла. Выгрызила. Настройки выпустила. Есть хочу. Ну, такой дурной характер. Сделал дело гулять смело. Не пойдём в булочную? Не пойдём. Кто из вас написал, как классно булочная? А все говорят. Ой, девчат. Ой. Аэроплан надо мной пролетел. Сами не соскучишься. Так, чурненький хлебушек. И можно с чистой совестью домой. Так вот. Казалось бы, сядь, покушай. Да? Иди. Пакет свой секретный на почту неси. Вау. Вау. Что делается-то? Так, я не поняла. Вы за мной в магазин, что ли? Голуби буквально преследуют. Ой, какая красивая расцветочка. Ой, какая красивая. Робятушки. Вот, правильно. Ой, как красиво. Кого-то другого преследовать полетели. Все, путь открыт. Идемте. Вот только умненькая. Ой, голубка-голубок, наверное. Вот все-таки макушки домов в тумане. Но так вообще туман телефон не снимает. В этом доме находится СДЭК. И туда часа через два мою посылочку доставят. Потому что по отслеживанию она уже в Саранске. Но в центре, в главном офисе. Вот. А я уже находилась, нагулялась. Надо идти домой. Вряд ли я сегодня еще выйду. Но завтра тогда за посылочкой. Спицы мои там. Да, там мои спицы. О, обидненько. Надо было попозже гулять выйти. Покушать и пойти гулять. Что-то у меня сегодня как-то неправильный день построен. Ну как пройти мимо такой красоты в ноябре. Это же просто лето. Это же просто лето. Я опять СДЭК иду. Бзынькнула эсэмэсина. Что посылка пришла. Какая красота. Я хочу найти там, где не завядший. Вот прям эти, наверное, самые удачные. Какая ж прелесть. Ура, 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 посылка у меня. И содержимое ее вы уже видели в предыдущем ролике. Потому что покупку свою я покажу раньше, чем смонтирую этот вложек. Эльвирочка получила. Вяжу новыми спицами, что касается вязания. Пряжица. Ализе Супервошкин. И китмахерчик. Очень мне все нравится. Мысочек будет блестеть. Так же, как блестит верхняя обвязка. Где у нас тут сверкни-сверкни пайетка. Они находят время для съемки. Уже позднее. Вот такой же будет мысочек. Привыкая к новым спицам. Держать в руке очень удобно. Прям очень. А вот передергивать. Или как там, переставлять. Пока еще надо привыкнуть. Вот. Тень падает, да? Мне кажется, я уже их показала. Покажу точнее в готовых изделиях. У меня же из кусочка все состоит. Этот влог-то. Ну ничего. Как же рано темнеет. Плюс дождик. Летом это самое время погулять было. А сейчас только слушать взывания ветра. И стук дождя по стеклу. Хороший дождичок, сказал бы дедунюшка. Но второй раз гулять я уже не пойду. Такой ветер неприятный. Да, листочков нет на деревьях. Все. По прогнозам у нас прям не сегодня, а завтра. Ох, какая красивая картина. Так, домик. Домик в кадр вошел уже некрасивый. Вот. Прелесть прелестная. Снежинки. Снежинки уже у нас опосля завтра. А пока еще снежку нет. Снега. Грязненько после дождя ночного. Но кое-где просыхает. Я иду вот в эту, хотела сказать, пекарню булочную. Мы сегодня вечером пересечемся. Надо к чаю что-то взять. Или тортик. Или несколько пирожных в хорошей коробочке. Красивенькой. Посмотрим. Сориентируемся. А еще соседушка попросила купить соды. Или в пятерочку забежим. Или в птичку. Тут мы с вами гуляем. И гуляем уже не раз. Или в магнит. Ну, сода, в общем, вторым пунктом. Первым сейчас тортюльчик. Так, торт это торт. Ну, давайте еще мандаринчики. Вот в этом ларечке. Такой неприглядный ларек. Такие там вкусненькие фруктики. Вот этот магазинчик прям палочек-выручалочек у нас. У любой хозяйственной нужде, так сказать. Сюда заходишь, в любую мелочевку. Или на рынок. На рынке-то полно, конечно, всего. Ну, же далеко же. Вот спортивный инвентарь. Вопрос. Что я им не пользуюсь? У меня даже поближе есть в парке. Да, мы с вами в парке гуляли. Я там показывала. Занимайся, не хочу. Летом ни одной лавочки свободной нет. А сейчас садись не хочу. Так, ну нам домой. Птица поет. Как весной. Телефон настроила. Они испугались. Чирик-чирик. Слышите? Карлосон. А я вижу Карлосона. Ой, нас так весной на даче пели. Это вот малявочка, что ли, вот эта. Да ну куда ж ты? Они, наверное, как угрозу. Скажет, с ружьем, тетка. А я не с ружьем. Я с двумя пакетами. С апельсинами, с тортами. И с телефоном. Так, Карлосон. У каждого своя работа. Посмотрите, какой теплый ноябрь был. Заканчивается. Даже календула. Календула. Где она у нас? Я надеюсь, ничего не путаю. Взошли, зацвели. Это уже новый, так сказать, урожай. Надеюсь, я не напутала. Потому что я дельфиниум. Ой, где он у меня крупно сейчас? А, он уже все, отцветает. Я дельфиниум перепутала с люпином. Девочки, я запомнила. Это дельфиниум. Ну, красоточка же, да? Как лето будто. Я посмотрела в окно, а там такой туман. Ничего себе. Да, сейчас на балкончике перед сном не посидишь. А летом я обожала чашечку чая спить. Кофею. Прохладненько. Послезавтра дождь. Ой, снег передает. Снег. Посмотрим, что будет. Так, что касается вязания. Вяжу второй носочек. Первый я его правой называю. Потому что, ну, снежиночка в эту сторону. С одной большой снежинкой. Сейчас вечер. Не поблескивает даже люрекс. А уж пайетки все вообще куда-то делись. Пока протягиваешь ниточку. Пайетки они даже, которые есть, в общем, стряхиваются. Редко, когда вязание, то они остаются. Вот. Вышивки. Здесь будет три снежинки. Так, это правая, это левая. И хочу я их распределить вот таким образом. Вот так как-то. То есть еще одна снежиночка будет где-то здесь. Я уже перехожу на белый мысок. Но чтобы руку так вот, ну, как сказать, подлезть было удобней, я буду вышивать, пока еще мысок не связан. Вот до этого места связан носочек. Первую снежинку я из махера, простого, ализешного вышила. Вот две ниточки. Здесь прям так вот маленькая. Вторую снежинку я вышила из ализе супервошки. Потолще, она как-то поголовнее здесь будет. Но она все равно поменьше, чем вот эта. И третью снежиночку где-то вот здесь вот так вот. Ну, я так думаю, как пойдет. Иногда прям не вышивается, тогда что-то менять надо будет. Я вот вышью из... С пайетками и люрексом. Ну, здесь вот, не знаю, останется, не знаю, не останется. Одна пайетка выпала. Хорошо бы она осталась. Тоже маленькую такую снежиночку, прям буквально. И вот два носочка будут готовы. Я уже верхушку обвязала, чтобы осталось только постирать. Я не потом люблю в конце, там что-то, хвостики вяжу и по ходу все сразу делаю. Вот, очень красивые носочки получаются. Я вообще люблю сочетание вот таких цветов. Милое дело. Как-то спокойно и тепло, и спокойно, и нарядно, и красиво. Вот. В общем, вышиваю еще одну снежинку. Довязываю мысочек. И в следующих делах вязание. Я уже не знаю, какие дела вязальные раньше, какие носки готовы. Я потому что собираю по кусочкам, кусочки по кусочкам. И, может быть, за неделю эти прогулочки будут. Но, в любом случае, носочек сегодня будет готов. А когда покажу, тогда я покажу. Я проснулась, а снег идет. В общем, в этом ролике будет все. И дождь, и туман, и снег. Здравствуй, зимушка, зима. Тоже растаешь, наверное, да? Как-то так. У машин шапочки появились. У лавочек тоже. Ну, и у кустика, само собой. Ой, как интересно. Я связала варжоночку. Почему-то стираю по одной. Не знаю, почему. Вот такой серый махерчик. Хочу к завтрашнему видео про вязание связать вторую. Ой, девчата, так и хочется что-то нарисовать. На стекле, на багажнике. У нас сегодня мороз и солнце. День чудесный. Травушка покрыта снежком, который, наверное, растает. Очень скоро. Посмотрите, какая пряжа, да, девчата? Напоминает пряжу. Красивущую. Так, вент от Валберес мы скоро с вами перейдем. Заказал мне Толюшка весы. Ну, по моей просьбе. Еще раз попробую. Вы меня ругаете, что я без весов, все без грамм. Я купила в онлайн-магазине. Ой, в офлайн. Что-то не то. Попробуем еще по интернету. Сама не устанавливаю себя в Валберес. Это будет караул. Потеряйте просто меня. Начну всякую фигню заказывать. Так, сюда зайдем. Лачок для волос нужен. Потом сюда зайдем за лимончиком, за хлебушком. И все, и мы молодцы. Чашка с мусором. Дизайнерская мысль. Мысль дизайнера не знает границ. Опять появились наборы с микрозеленью. А у меня ведь есть крест салатом. Надо посадить. Забываю. Это вот то самое время, когда зима наступает. А осень говорит, ничего подобного. Я еще царица. Снег где-то есть, где-то нет. Но зимушка чувствуется. Без шапульки уже. Ни-ни. Так, продолжаю показывать свое вязание. И вы знаете, мне кажется, это вязание единственное, которое не мелькнет в роликах до того, как выйдет этот вложек. Как-то долго я снимаю. Смотрите. Верблюжий пух или верблюжья шерсть. Ну, в общем, 90% чего-то верблюжьего, 10% чего-то неверблюжьего. Ализе Супервошка. Ализе Ройл Махер. Ну, Ализе Махер колючий. Вижу себе. Себе, наконец-то, рученьки добрались до носочных изделий. Как-то хочется мне... Я думаю, это носочки будут в ноябре завершающие, заключительные. Ну, и, соответственно, осенний сон заключительный. Начинала я бархатцы, ну, рыженькие носочки вязать. И вот, мне кажется, к этому цвету очень хорошо рыжий подходит. Какая у меня была задумка? У меня была задумка связать, значит, носок и вышить рыжую снежинку. Ну, где-то там, когда свяжется, что-то еще ведь не связался. Даже не на тройке вяжу, а на тройке с половиной, ибо, ну, толще, чем козий пух, вот этот мой верблюжонок. И на тройке мне прям как-то тяжеловато вязать. Значит, рыжая как бы осень. Осень – рыжая подружка. С нее мы начинали. А снежинка – это уже зима. И вот рыжая снежинка как символ того, что осень передает эстафету зиме. Ну, тут, значит, в шкафчик полезла за иголкой, что ли, или еще что. Нашла сокровище какое я, смотрите. Это листочки пришивальческие. Дырочка вот, видно? Фирма рукоделия. Альбина мне присылала. Давным-давно. И вот, мне кажется, час настал. Вот таких-то у меня носочных изделий нет. Вот вечером снимаю, и видно эта пестрота, разница по цвету двух пряж. А на самом деле пестренько не смотрится. И вот я думаю, снежинки подождут, а пришью-ка я листики. И вот сижу уже какую минуту подряд, думаю, вот так пришить. То есть, вот так на одном носочке, и вот так на втором носочке. Или, ну, какие же еще вопросы-то решать? Только как и листочки пришить. Вот так вот на одном носочке, ну, соответственно, так на другом носочке. И так мне нравится, и эдак. Чтобы так ходить, а они так чин-чинь позвеньковали. Пришиваться они будут слабенько. Вот за энту дырчик. Листья желтые. Как прям остаток махера-то в тему. Надо городом кружаться. В общем, как-то так. Что свяжу, покажу. Ну, а закончу я свой ролик на оладушках. Ой, как хорошо. Дырка пык-пык. Обожаю этот момент. На такой красивой картиночке заканчиваю видео. Бегу варить кофе. И потом за работу. И потом за работу. Носочки готовы. Они волжноваты. Но к завтрашнему ролику они будут красавцами. Так что спасибо за внимание. До новых встреч. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова